Я полагаю, что сегодня мы проведем с вами итоговое заседание рабочей группы перед опубликованием проекта Конституции. Я не исключаю, что, скорее всего, так и будет. После периода обсуждения проекта данной Конституции мы еще раз для того, чтобы посмотреть, какие существенные и принципиальные будут внесены народам предложения. Соберемся в рамках рабочей группы, ну а итоговое заседание уже потом проведем Конституционной комиссии. Ну и уже с готовым проектом после того, как Конституционная комиссия также рассмотрит результаты работы нашей рабочей группы, утвердит их, внесем проект Конституции уже на референдум. То есть сегодня заседание итоговое перед опубликованием. День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, вносим на обсуждение нынешний проект Конституции. Народ обсуждает, я так полагаю, где-то в январе-феврале, в начале февраля. Еще раз вернемся к проекту после обсуждения народом и внесем на референдум во второй половине февраля, я так понимаю, где-то у нас будет. Это удобно, и людей не отвлекаем, зима, работы меньше и в малых городах, на селе тем более, да и в больших городах. Ну, а так забегая вперед. А сегодня нам надо еще раз обратиться к этому проекту, прочитать его вместе, особенно основные положения, чтобы не было недостатков каких-то. Но надо понимать, что это же не окончательный проект. Он будет окончательным тогда, когда уже обсудим предложение народа по проекту. Пожалуйста, Игорь Петрович, кратко, над чем вы предлагаете сегодня поработать? Товарищ президент, в целом я бы хотел сказать, что в декабре месяце проведена еще дополнительная доработка по проекту Конституции. Скорректировано 55 положений технически. Сегодня я бы хотел в большей степени остановиться на обсуждении вопроса по подходам, заложенным в проекте Конституции в отношении государственных органов, которые нашли отражение в проекте. Знаете, я хочу, я упустил один момент существенный и принципиальный. Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, нам придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции. Вот и весь ответ на те вопросы, а когда, а что, а выборы досрочно, сверхсрочно и так далее, нам надо, приняв Конституцию, выстроить встроенную систему управления, хозяйствования в экономике, политическую систему, принять основные законы, изменения в законодательство, отстроить всю систему и выходить на новый цикл электоральных кампаний. Ну мы еще посоветуемся, если будут какие-то иные предложения разумные, мы на них посмотрим. Все-таки есть существенные изменения, в том числе в структурах власти и управления, это очень серьезный момент в нынешнее время. Если кто-то думает, что мы все это с бухты-барахты примем и бросим, и там каша начнется, хаос, этого не будет. Мы примем решение после новой Конституции, отстроим механизмы и тогда пойдем на новый цикл электоральной кампании. Это говорит о том, что мы для нашего белорусского народа отстраиваем новую систему управления нашим государством. Продолжение следует...